Я надеюсь, что звук запишется хорошо сейчас. Почему я так надеюсь? Потому что таким образом я звук пишу в первый раз. Я решил не писать на петличку, а попробовать как будет звук без петлички. Сейчас я еду в один из домов и хочу вам показать в этом доме работу теплоцентра, как устроен теплоцентр. То самое видео, которое я когда-то обещал, когда я делал видео в элеваторном узле, как мы получаем тепло в большом многоквартирном доме. Я говорил о том, что расскажу как-нибудь про теплоцентр. Это видео не является практической видео инструкцией, где будут все технические данные. Я это говорю для чего? Для того, чтобы люди, которые любят писать комментарии, что ты здесь сказал, что это не так, что это неправильно, это работает по-другому. Если вы хотите поправить, что действительно ошибся, то пожалуйста пишите, дополняйте. Я в описании к видео добавлю, чтобы люди были в курсе, кому-то действительно интересно разобраться более глубоко. Я лишь расскажу поверхностно, как это работает, как это устроено и в чем отличие от элеваторной системы отопления, о которой я рассказывал ранее. ИТП. Индивидуальный тепловой пункт. Начинается он также как элеваторный узел. Заходят две трубы с котельной. Подача и обратка. Задвижка первая, вторая. Фильтры. Фильтр там и здесь. Не знаю, правда зачем два фильтра. Давление в системе 7,5 бар. Это чего у нас? Температурник, градусник, который меряет температуру, показывает почти 70. Этот показывает другие данные. Непонятно, не понимаю я как. Это что такое? Я не буду врать, не знаю. Это узел учета. Это какой-то блок с какой-то схемой. Ну как, не какая-то схема, это самая настоящая схема всего этого теплового пункта. И она нужна для проверяющих и для тех, кто видимо обслуживает. Хотя тот, кто обслуживает, он эту схему никогда не смотрит. По крайней мере я не смотрел никогда эти схемы, потому что что там смотреть. И так все понятно, что здесь. Вот эта бочка это гидроаккумулятор. Я так понимаю точно такой же гидроаккумулятор, о котором я рассказывал. Но только большой. Нужен он для компенсации расширения. Вода нагревается, система расширяется, чтобы это все компенсировалось. Это происходить должно вот в этом месте. Но помимо того, что есть гидроаккумулятор, есть еще и сбросной клапан. Если давление вырастет больше, чем положено системе, то сбросной клапан просто воду сбросит в канализацию. Дальше. Здесь тепловой пункт разделен на 2 части. Первая часть это котловой контур. Вторая часть это домовой контур. У домового контура есть еще одна часть. Это часть подпитки системы. В данном случае подпитка холодной водой. В общем-то естественно холодной водой. Где же ее еще взять, как не нагреть в этом индивидуальном тепловом пункте. Здесь я вижу разбитый манометр. Что в принципе так и должно быть в большинстве тепловых пунктов. Здесь я вижу течь. Скорее всего течет на стыке на резьбе между шаровым краном и трубой. И я вижу не полностью открытый шаровый кран. То есть это все в добрых традициях. Нужно это для того, чтобы шаровый кран быстрее закончился. Резьбу уплотнили неправильно, чтобы она быстрее потекла. Но мы говорим не об этом. Говорим о том, что у нас вода затекает в систему. Здесь скопился конденсат почему-то. Не будем сейчас выяснять почему. Дальше. Здесь есть узел. Этот узел нужен для того, чтобы мешать химию в контур системы отопления. Подготавливать воду. Вот здесь в этой бочке находится химия. Вот трубка, через которую химия насосом выкачивается. Работает это приблизительно так. Из подпитки заходит вода по этому счетчику в контур системы отопления. Через каждый куб включается насос и здесь засасывается определенная часть химии. И нужна она для того, чтобы из воды был выкурен практически полностью кислород. Делается для того, чтобы система отопления, железные трубы не ржавели очень быстро. Чтобы они как можно дольше прожили. Именно этим и объясняется тот факт, что трубы холодной воды ржавеют довольно быстро. А трубы горячей воды и отопления они живут практически, нельзя так говорить, они живут долго. Когда ты их разрезаешь, они не заросли еще. Они еще довольно хорошего сечения. Вот это контур горячей воды. Насос, который качает давление. Сейчас я вижу, что в системе горячего водоснабжения давление 9 бар. Напор показывает 9 метров. Расход воды 3,2 куба в час. Здесь все эти данные можно менять. Можно настроить давление сделать больше. Расход можно увеличить либо уменьшить. Это насос повысительно-циркуляционный. Потому что здесь я вижу 9 бар. А в котельной приходит контур 7 с небольшим бар. То есть он повышает. Дом довольно высокий. Поэтому здесь недостаточно было бы 7 бар для того, чтобы запитать последний этаж. Ну и самое сердце теплового пункта это непосредственно сам теплообменник. Вот этот покажем. Потому что на нем ничего лишнего нет, кроме манометра. Это теплообменник. Это надеты такие вот штучки для того, чтобы случайно об эту резьбу не порезаться, не пораниться. Вот здесь находятся пластины в этом теплообменнике. Это та самая штуковина. Либо такая же штуковина, как я показывал на выставке. На выставке Акватерм. Кстати, там же я еще раз обещал вам показать видео, как устроен ИТП. Это одна пластина, это вторая пластина. Прижимные я так их назову. То есть это корпус по сути теплообменника. Если смотреть на эти штанги, длина резьбы, длина этой штанги, это говорит о том, что по сути вот эту часть, прижимную часть 1 от 2 можно отдалить аж на столько. Это такого размера может быть теплообменник. Размер теплообменника это его производительность. Ну здесь размер вот такой. То есть этого здесь видимо достаточно. Здесь есть пластины. Пластины между ними вот такие вот резиновые прокладки между этими пластинами. Вот если их видно, вот они. Сейчас я покажу пластины поближе. Значит, что здесь происходит. Вот здесь вот, как я начал показывать, вот трасса идет по даче. Из трассы с подачи заходит вот сюда вот в теплообменник верхнюю часть. Дальше заходит и из этой же верхней части выходит труба трассы по даче домовая. Вот она ушла туда 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 и пошла она дальше. Внизу точно также. Из трассы обратка. То есть в трассу обратка ушла и ушла обратка в теплообменник из дома. Вот она обратка ушла туда. То есть видно стрелочки. По стрелочкам все показано. Вот так вот выглядит теплообменник. Здесь независимые контуры. Котловой контур не зависит от домового контура. Это, как я уже говорил, в котловом контуре у нас, который приходит в дом всего 7 бар с небольшим. Здесь на системе отопления давление где-то в районе 9 бар. Но опять таки чтобы поднять наверх. Второе, что теплообменник решает, это например, в котловом контуре может быть антифриз, в домовом, в отопительном, может быть, вода или наоборот. В данном случае здесь вода и там, и там. И в котловом контуре, и в отопительном контуре есть вода. То есть теплоносителем является вода. Здесь также установлена погодозависимая автоматика. Вот здесь ограничитель своего рода, ты забыл как называется, он ограничивает проток воды. Как редуктор, как регулятор. Не давление, а проток он регулирует. По этому кабелю уходит в блок, в щиток. Из щитка уходит какой-то градусник, термометр, который замеряет температуру на улице. Если открыть, вот сейчас послушайте на шум. Сейчас он занижен вот так вот. То есть видно, что показывает клапан прикрыт, клапан полностью открыт. Он сейчас в соответствии с тем, что на улице у нас плюс 20. Кстати отопление, я вот снимаю ролик, завтра отопление выключаю. То есть отопительный сезон заканчивается. Поэтому мне удалось успеть в последний день отопления снять это видео. И автоматически клапан практически прикрыт. Потому что температура такая в домах, уже в квартирах не нужна. Слишком жарко на улице, тепло. Весна еще кстати. И вот если нажать открытие полное. Слышите как шум поменялся? Сейчас пошло полностью весь проток. Вода идет полным объемом. Сейчас будет проходить время. Он замеряет температуру и датчик постепенно опустится вниз. В процессе съемки я вернусь к нему и посмотрим как он опускается. Надо время для этого. Сейчас я покажу насосы. Вот это насосная группа. Можно назвать как-то иначе. Я называю это насосной группой. Здесь пара насосов. Циркуляционно-повысительные насосы. Один и второй. Работают они. То есть они оба активны. О чем говорят эти вот диоды. Только на одном диоды мигает. Тип он крутится. На втором нет. Эти два насоса работают по парам. Вот этот горяченький, теплый. Он циркулирует. Этот ждет. Этот работает определенное количество времени. Потом он отключается. Включается этот. То есть они работают по переменке. Говорить простым языком. Пока этот отдыхает, этот работает. Но они и так друг дружку заменяют. До тех пор пока оба исправны. К сожалению бывают такие ситуации, что какой-то один выходит из строя. Здесь можно, если видно цифры. Сейчас он показывает на русском языке кстати. Установлено давление 6 метров. Это практически 6 бар. Расход 10 метров в час кубических. Напор тоже 6 метров. Короче здесь если заходить. Я не буду сейчас залазить в меню. Тут можно настраивать каждое этих деление. Напор, давление. Я досконально не знаю, как эти все штуки настраиваются. Только лишь поверхностно. Если будет возможность, я расскажу об этих насосах более подробно. Как они устроены. Как они работают. На текущий момент возможность только такая. Это получается один корпус. В одном корпусе. Есть пара насосов на одном корпусе. Вот он литой. Судя по виду он чугунный. Здесь крыльчатка и здесь крыльчатка. На этот насос и на этот насос. Вот здесь какой-то демпфирующий патрубок. Зачем не знаю. Полагаю, что для того, чтобы я и так держусь за насос. Вибрация очень минимальна. Его насоса почти не слышно. Слышно как клапан. Давайте посмотрим. Прошло буквально немного времени. Минуты 3. Клапан уже куда опустился. Чуть не пропустил момент. От погоды зависит. Если там на улице похолодает, он опять автоматически откроет. Это очень удобно. Практически не требует наличия человека, который сидит здесь постоянно. И регулирует температуру в зависимости от того, какая температура на улице. Так вот. Возвращаясь к насосам. Я возьму сейчас микрофон. Попробую его положить просто на насос. Это вот такой шум создает насос. Сейчас какой шум создает... Не знаю, что создает... Система. Я не знаю, что конкретно шумит. Где-то там шумит. Короче, вся труба шумит почему-то. И вот эти патрубки резиновые призваны, чтобы снять вибрацию. Если я держусь за этот фланец, за фланец корпуса насоса, то вибрация эта маленькая чувствуется. Едва ли чувствуется. Если я держусь за следующий фланец, за трубу, за трубу держусь, то вибрации вообще почти нет. То есть она еле-еле заметная. По всей видимости, эта резиновая часть компенсирует эти вибрации будения. Чтобы у вас батареи не будили. Это я показал, как работает теплообменник системы отопления. То есть контур системы отопления дома. Контур системы горячего водоснабжения ГВС работает абсолютно также. Из этой же трассы, откуда берется отопление, заходит труба на теплообменник контура ГВС. Также возвращается обратно. А контур ГВС уходит в дом. Система, если отопление сделано из металлических труб, система ГВС сделана из полипропиленовых труб. Воду для полипропиленовых труб можно не готовить. Полипропиленовая труба кислородом не разрушается. как и практически любая полимерная труба. Поэтому в воду химию не добавляют. Добавляется химия, вот эта подготовка воды только в систему центрального отопления. Давайте смотреть пластины. Ключевая часть теплообменника это пластины, в которые происходит тот самый теплообмен. Вот они. Между ними есть те самые резиночки, которые я показывал. Здесь их нету, потому что это старые пластины из одного теплообменника, которые вышли из строя. Не будем сейчас выяснять, почему они вышли из строя, но эти пластины, к сожалению, уже пропускают воду между контурами. Происходит следующим образом. Сюда подача, отсюда обратка котлового контура, сюда подача, отсюда обратка отопительного контура либо контура ГВС. Между этой пластиной и след... Вот так скажу, например. Между этими двумя пластинами циркулирует котловой контур. Уже между этими двумя пластинами циркулирует домовой контур. То есть контур центрального отопления либо контур ГВС. И так через пластину. Потом пошло опять здесь котловой контур, здесь домовой контур. И вот так вот до бесконечности. В зависимости от того, какого размера теплообменник и какое количество пластин здесь есть. Ну, набор пластин. В том теплообменнике, который я показывал, примерно 80 пластин. А вот это вот устройство, это называется реле давление. Необходимо оно для того, чтобы контролировать само давление. Ну, если не ошибаюсь, еще и температуру. Если давление падает ниже заданного, то оно подает сигнал в соответствующий блок, либо в диспетчерский пульт. И автоматически подает сигнал на клапан, который приоткрывает подпитку. Это нужно, например, в контуре горячего водоснабжения. Если воду расходуют, давление падает, открывается подпитка, система вновь наполняется и догревается водой. Ну, это счетчик для подпитки. Вот это предохранительный клапан. Он призван защищать систему от избыточного давления. Сейчас здесь примерно 8,2. И если давление вырастет больше, ну надо смотреть на сколько он отрегулирован. Нет данных. Если давление будет больше, он будет просто стравливать теплоноситель для того, чтобы систему не разорвало. Ну, а сливается все, в общем-то, в канализацию. Вот так вот устроен тепловой центр. Индивидуальный тепловой пункт, где котловой контур от города не зависит от контура домового. Ну, не зависит до тех пор, пока все исправно. Надеюсь, вам это видео было интересно. Вы понимаете, как теперь устроена система отопления в новых больших многоквартирных домах. Если остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментарии. Если это будет по мерам моих знаний, я на них обязательно отвечу. На этом все. С вами был Артем. Пока.